Приветствую всех на своем канале! Мне очень приятно, что вы смотрите мое видео и оставляйте комментарии. На сегодня я хотела бы показать, как приготовить супер быстрый, вкусный и нежный омлет за 5 минут. Для омлета понадобится 4 средних яйца, 60 мл молока, 4 помидорки черри, кусочек сыра, тут грамм 50, кусочек сливочного масла, веточку укропа, соль и перец по вкусу. Разбиваем яйца в глубокую мисочку, добавляем молоко, соль и специи можно добавить сейчас, но мне больше нравится, когда они есть сверху. По поводу молока, почему 60 мл? Потому что типа вообще по правилам, как делали раньше, просто разбивали яйцо, брали половинку скорлупы, наливали туда молоко и как раз получалось на одно яйцо ровно половинка скорлупы молока. Я, короче, как-то раз просто взяла, измерила, сколько получается, если взять обычное среднее яйцо и получилось, что это ровно 1 столовая ложка, то есть 15 мл молока. Ну и теперь всегда так готовлю, потому что при таких пропорциях омлет всегда получается очень вкусным, нежным. Ну и вообще, я бы даже сказала, идеальным. Так, все размешали. И отставляем. Долго взбивать яйца не нужно, миксер тоже ни в коем случае не нужно применять, это здесь лишнее. Просто взбалтываем либо венчиком, либо вилочкой. Ну, просто чтобы перемешать. Так, теперь нарезаем помидорки. Ну, я просто наполовинку режу. Можно помельче, если хотите. И нарезаем укроп. Ну, зелень тоже, конечно, по вкусу. Скаварда разогрелась. Выкладываем сливочное масло. Растапливаем его. И добавляем помидорки. И обжариваем на среднем огне с двух сторон. Как только помидорки обжарились, немножко взбалтываем снова яйца. Уменьшаем огонь на минимальный. И выливаем сюда омлет. Ну, помидорки можно поправить, как вам нравится. И все, теперь накрываем крышкой и на медленном огне почти до готовности доводим. Ну, то есть, низ должен уже подзолотиться, а сверху омлет должен затянуть. Вот, все, накрываем крышкой и жжем. Омлет практически готов. Теперь я добавлю специи. Ну, я буду добавлять немножко красного перчика и черного. Теперь посыпаем сыром. И сверху добавляем зелень. Все, теперь отключаем плиту. Ну, накрываем крышкой и просто даем ему минутку или две постоять, чтобы сыр расплавился. И было все готово. Омлет получается очень нежным, воздушным и вкусным. Ну, вообще, это, можно сказать, идеальный завтрак для чемпионов. Так что все, обязательно приготовьте по этому рецепту. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео. И подпишитесь на мой канал. Желаю всем приятного аппетита. Увидимся в следующих выпуск.